приветствую вас народ с вами варчик в этом видео с вами поговорим про десятку колесную британских ст новая ветка которая вышла в патче 1.22 также в конце еще немножко скажу свое мнение про новую карту сталинград по поводу розыгрыша золота кто заглядывал в табличку с победителями тот смог заметить что я за половину месяца разыграл больше половины золота поэтому в видео пропустим розыгрыш и так хочется рассказать про плюсы концепт номер 5 во первых самый быстрый задний ход это очень круто в принципе все второй главный плюс этого танка самое быстрое сведение среди ст 10 ну или одно из самых быстрых я сравнивал это танк с 9 и остальными нормальными место 10 все ст 10 там в один экран не влазили поэтому я не стал добавлять уж прям все но если сравнивать с большинством то сведение лучше и задний ход лучший я добавлю скриншотики где можно будет посмотреть что по параметрам концепт номер пять в лучшую сторону выделяются сведением и задней скоростью в принципе все это все плюсы на фоне остальных танков еще неплохая точность одна из лучших но не лучше и дальше у нас начинаются минусы одна из худших маскировок на уровне хуже только у паттона но у паттона броня какая то есть посредственное пробитие специальным снарядом практически в любой ст 10 нормальное пробитие голдой худший дпм на уровне хуже просто некуда 2 300 даже когда ставишь все на этот танк 3000 дпм фиг получишь да альфа от 430 это очень классно но перезарядки вообще одну недостаточно очень долго заряжается какой-то один снаряд до быстрое сведение до нормальная точность но это не гарантирует нам что мы нанесем урон при этом у нас один из самых больших по размеру танков средних 10 уровня броня одна из худших маскировка худшая на уровне ну паттон только постарался еще лучше так у нас еще увн и 8 градусов то есть такой огромный танк пушка опускается всего лишь на 8 градусов из этого простой логичный вывод и впечатление от этого танка только в долгих боях по 10 по 15 минут можно успеть набить там какие-то 5 6 7 тысяч урона в обычных быстрых турбо боях которых очень много особенно там по всяким выходным не успеваешь вообще не набить ничего я почти 50 боев сыграл на основном сервере на своем основном аккаунте на этом танке я столько потратил себе нервов испорченное настроение все 50 боев практически я этот танк реально ненавижу лучше он вообще не выходил боже какой он ужасно он реально просто слабый это один из худших ст 10 он просто по параметрам почти по всем особенно самым важным и нужным которыми ты пользуешься каждый бой он один из худших просто вообще на всем десятом уровне это просто ужас какой-то да на тесте мне там повезло сыграл там серию долгих боев получалось что-то настреливать но удивительно что на основном сервере не на тестовом бои намного быстрее и долгих медленных боев было очень мало и возможно отчасти супер пассивная игра на этом танке тоже виновата поскольку я не могу сдерживать направление я не могу продавливать направление даже в топе нормально не могу сыграть потому что танк слабый во всем он плохо маневрирует сколько раз я на нем сливался из-за того что не могу быстро повернуть и поехать вон в сейф если я буду ехать и поворачивать я буду по широкой дуге долго ехать меня тоже убьют если я начну на месте поворачиваться я тоже буду долго поворачиваться меня тоже убьют так еще и по скорости это колесный танк десятого уровня там брони автомобилей ли что но при этом есть танки гусеничные которые быстрее они быстрее поворачивают, быстрее маневрируют, они просто прямо быстрее едут. Так еще, у Леопарда точность лучше, ДПМ лучше, пробитие лучше. Он едет просто быстрее. У него максималка больше. У многих танков 10 уровня ДПМ в 1000 больше, на 1000. У многих на 500, у многих даже на 1000. Где вообще УВНы? Где ДПМ? Где пробитие голдой? Почему этот танк не едет вообще, я не понимаю. В чем его фишка? Зачем он выходил? Этого танка в рандоме не будет, никто на нем играть не захочет. Я на нем 50 боев сыграл, у меня настроение 0. Это просто ужас какой-то. Это худший танк в ветке. Лучший танк в ветке седьмого уровня. 100% гарантированно. Просто офигенный классный танк. Разработчики хотели просто поднять онлайн на седьмом левеле этой ветки и все. Или что? Восьмерка еще более-менее. Девятка там с трудом, но можно играть. Даже пятерка, шестерка проходные танчики, но они тоже не такой ужас как десятка. Десятка-то реально худший танк в ветке. Это мое мнение, просто по факту. У него худшие параметры на уровне, он очень слабый. Это просто ужас, а не танк. Неужели нельзя было ему там чуть-чуть УВНа добавить, чуть-чуть ДПМа добавить? Максимальную скорость сделать хотя бы такую же, как у других быстрых СТ-10. Ладно там у него не больше было бы, а хотя бы столько же. Почему это проблема? Потому что на обычных гусеничных танках тебе не каждым выстрелом гуслю сбивают. И если тебе гусеницу сбили, ты нажимаешь ремку и точно так же как ехал, так и едешь. Но при этом тебе не каждым выстрелом сбивают гуслю. А этому танку, когда стреляют в борт, почти каждый раз пробивают колесо, которое лопается очень легко. А если стреляет арта, там вообще все колеса могут легко лопнуть. Или как минимум половина. Чаще всего половина с одной стороны лопается. Ты ее чинишь, ты чинишь эти колеса и любой следующий выстрел, который прилетает, чаще всего снова лопает колесо, потому что оно огромное и любой выстрел лопает колеса. Даже маленькие падения могут лопнуть колесо. И даже с одним лопнутым колесом танк вообще почти не едет. Если скорость назад 30, то с лопнутым колесом вы назад будете ехать 10 по прямой, 15 с горы. Сразу скорость чуть ли даже не больше, чем в половину падает. С одним лопнутым колесом из шести. А у вас с каждой стороны их по три штуки. Они такие большие, что занимают большую часть танка. В борту особенно. Эти колеса, просто из-за них нет маневренности. Максимальная скорость у нас не самая лучшая. Они очень часто лопаются. И когда они лопнули хотя бы даже одно, танк вообще почти не едет. Так и остальные параметры у нас тоже одни из самых худших. А в чем тогда вообще прикол этого танка? Если бои были бы все по 10-15 минут, да, он был бы играбельный. Но когда ты садишься в выходной день и у тебя бои по 3-4 минуты, это ж просто ужас. Ты не успеваешь вообще ничего. А если ты пытаешься ехать вперед, у тебя еще и хп худшее на уровне 1800. У других ст хотя бы на 50 больше, на 100, даже на 200 бывает больше. А эти хп очень важны на стшке. И нету какого-то полезного оборудования на этот танк. Ты ставишь досылатель в вентиляцию. Третье оборудование вообще можно не ставить. И какое не поставишь, танк у от этого не сильно легче станет. Стабилизация у этого танка и так нормальная, сведение быстрое. Ставишь ОМП, танк как не поворачивал, так и не поворачивает. Можно поставить прицел, чтобы хоть чаще попадать. Это единственное, что я придумал. Какую-то просветленку, да и на этом танке ехать вперед вообще невозможно. Ты подъезжаешь, тебя просто буквально за секунду убивают. Вот вы на фоне, видите, бои, как я супер пассивно где-то там очень далеко играю. На нем только подъезжаешь, тебя просто сразу убивают. У тебя худшее хп, вообще его мало, брони вообще почти нет. Иногда щеки рикошетят. У военов нету, никуда не подлезешь. Танк огроменный как тяж. И на нем еще и неудобно играть из-за этих колес. Ты просто подъезжаешь и хоть как-то пытаешься играть. Чуть-чуть куда-то вылазишь, любой, любой враг без сведения в эту коробку огромную попадет и всегда практически пробьет. Очень редко бывает, да, щеки рикошетят. Но там надо еще угол какой-то случайно подгадать, потому что специально это сделать нереально. В итоге этот танк просто, это ужас какой-то. Сколько он мне настроения раз уже испортил за эти 50 боев? Да, 50 боев, я согласен, это мало для того, чтобы сделать какой-то вывод по танку и объективно про него говорить. Как минимум боев 300 надо откатать, чтобы попасть на все карты с разных респов, чтобы поиграть на картах, которые для этого танка получше, которые похуже и было понятно. Скорее всего эти 50 боев я отыгрывал на одних из самых плохих карт для этого танка, самых душных, которые ему не подходят. Но это не значит, что этот танк классный, потому что любой другой танк, даже в турбо боях что-то да может. У него и ДПМ и какие-то есть, и ХП больше, скорее всего, и пробитие голдой лучше, и хоть как-то можно играть, когда ты едешь вперед активно что-то делать. На этом же танке вообще нереально ничего делать. Тебя любой СТ-10 перестреляет в ПВП, от арты он сильно страдает, колеса очень часто лопаются, он вообще перестает ехать. Просто на нем вообще невозможно играть. И вот еще карта Сталинград, еще на супертесте. Говорю, что карта сильно запутана, сильно непонятно. Вы же ее из-за этого выводили из игры. Вышла карта в релиз. Что я вижу? Вот эти коридорчики, так мышиные норки я их назвал, придумал все в голове, назвал их мышиные норки. Просто много ходов, узеньких между собой, даже в некоторые танки не пролазят. Я на одном стриме смеялся, чел ехал в проем, не влез, щеки у него сильно большие оказались. Или я несколько раз даже запутался в этих мышиных лабиринтиках. Чего вы там понарыли, господи? Причем карта такого большого размера, что на миникарте вот эти мышиные лабиринтики такие малюсенькие, что их не видно. Надо миникарту делать больше, чтобы хоть что-то разглядеть. И то, что я говорил на супертесте эту проблему, ладно, вы на нее внимания не обращайте. Но она же еще сильнее усугубилась, когда вы навалили на нее текстур. Сколько вы всякого барахла насыпали на карте, я просто не вижу врагов вообще. Я даже про стрелы ничего не понимаю. Вот когда в ВГ делали карты, или кто там их делал, я не знаю. Там было все интуитивно, понятно и четко. Насколько бы карты нравились, не нравились, но они были понятны. Вот объездная, вот камень, вот куст, вот позиция для ПТ, вот камень для танкования, вот позиция возле домика, вот позиция для игры от башенки. Все понятно. Интуитивно, примитивно, просто очевидно. На этой карте просто как будто бы кабан пробежал, я не знаю, или ураган был, или что. Вообще ничего не понятно. Где позиция какая? Где какой-то там кустик, чтобы пострелять? Где там деревья можно навалить себе гнездо свить? Где позиции танковать? Где что просто? Еще замаскировали трубы под бревна или бревна под трубы. Едешь, они одноцветные, врезаешься, не едешь. Вот эти заборчики из бревен, господи. Еще и насколько же быстро всегда бои на ней заканчиваются, поскольку по вот этим мышиным лабиринтикам танкисты просто кучей едут вперед, не разбираясь, и сносят одну команду. А я на колеснике не могу на такой карте играть. Я подъезжаю к ним, к этим лабиринтикам, начинаю с ними стреляться, а у меня ДПМ худший на уровне. Любой враг выйдет, даже на восьмом уровне он меня расстреляет, пока я там буду снарядик свой один заряжать. Такая огромная карта, и она просто играется постоянно турбобоями. И тот замечательный вокзал, или как он называется, который восхваляли на супертесте, приезжаешь там тоже кучи-кучи. И танкисты просто не разбираясь, стадом проносят друг друга, и все заканчивается снова турбобоем. На этой карте вообще не играются позиционки, поскольку вот эти мышиные лабиринтики, они не дают играть вообще долгие бои, поскольку они дают возможность приехать впритык кучей и уехать. И при этом в них еще ничего не разберешься. И между этими норками навалено еще куча всякого барахла. Это просто ужас, что в этом патче она выходила, это просто жесть какая-то. В итоге вот танк 10 уровня, все, я на нем играть больше не буду, я уже просто не могу. А карта, вот у меня 90 с чем-то тысяч боев, только на основном аккаунте. Я считаю, что карта Сталинград одна из самых худших. Вы ее выводили из игры, потому что танкистам было сложно. Такая формулировка, насколько я помню, была. Много там улиц, танкисты путаются, что-то не запоминают. Ввели вот эти мышиные лабиринтики. Господи, да в этих лабиринтиках даже себя найти тяжело, в этих мусорниках, а то еще какие-то прострелы и так далее. Это же еще умноженная в несколько раз та вещь, из-за которой эту карту убирали. То же самое, как карта Оверлорд. Карта плохая, вывели из игры. Ничего на ней не изменили, вернули назад. Видимо, карты спустились до такого уровня, что уже и неплохая карта Оверлорд, да? Но если на фоне Сталинграда, то в принципе я согласен, что даже Оверлорд на что-то похож. Там хотя бы понятно. Где бугорки с кустами, где пляж с канавками и так далее. На Сталинграде же просто танкисты стадом едут по этим лабиринтикам и проносят за 3 минуты каждый раз в одну калитку. Вот такие мои впечатления по патчу 1.22 про концепт номер 5 и про карту Сталинград. Пишите свое мнение в комментариях. С вами был Варчик. Радить красиво. Подписывайтесь, ставьте лайки. Всем удачи. Пока.